Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я расскажу вам историю, просто которая, ну, не может не поразить здравомыслящего человека. Во-первых, здесь крутой баг. Во-вторых, сама война, сама атака, это просто абсолютно нечто. Действительно, я такого никогда не видел, хотя я повторяю это практически в каждом видео. Но, опять же, если бы мне эта тема не стала интересной, я бы её просто не стал снимать. Ну, что ж, видим обычную ситуацию, когда 9-й Таунхолл, игрок под ником Славка из клана Дружина Академ, атакует своего оппонента из клана Сайлент Киллер. И здесь всё вроде бы ясно. Герои, голем, маги, 24 хога, и уже видим, что всё у него получается, в общем-то, круто. Пока мы не видим здесь, что там прям трёшка гарантирована, но в скором будущем, буквально через несколько десятков секунд, мы поймём, что трёха здесь обеспечена абсолютно. И вроде всё классно. Всё офигительно. Вот сейчас уже видим, что точно трёшка, потому что хогов огромное количество выжило. Видим, что скелетики бегают за хогами, и вот, что это случилось. Первый знак, что что-то пошло не так. Скелетики просто застряли в заборе. Ну, бывает, ладно, ничего страшного. На самом деле, это капля в море во всей этой атаке. Просто эта атака, я не знаю, эпик фейл суперсела, то есть она... Я просто такого никогда не видел. Итак, что же происходит на карте сейчас? Давайте посмотрим. Хоги бегут по кругу, уничтожая все здания. Голем с магами стоят возле ТХ. Маги бьют по Таунхоллу, Голем бьёт, просто тупо бьёт забор. Продолжаем следить за этой атакой. И сейчас Таунхолл, буквально через несколько секунд, будет уничтожен. И что же? Маги с Големом и с Луком уже застряли. Они абсолютно просто не двигаются. Ничего не происходит. Видим, это не монтаж. Это на самом деле ничего не происходит. Остаётся снести буквально 4%. И... И что это? Нет, я не о смехе. Что это вообще такое? Почему они замерли? Это, ребят, это не монтаж. Не монтаж. Голем, маги, Лук, куча Хогов. 98%. Не уничтожено буквально 2 здания. Остаётся ещё больше минуты до конца... До конца атаки. И что делать? Что делать? Я не знаю. Славка при этом, не знаю, наверное, нервно ищет, как бы, открыть вот этот чат, да? Которого нет во время атаки. Я не знаю, что он при этом делал. Это же... Это же просто жесть. Минута до конца. Ладно, расскажу вам по секрету, что... Атака так и закончилась. Можем уже перематывать. В общем-то, атака так и закончилась. Я лично так и не понял, что же пошло не так. Почему это так забагало? Я не знаю, почему. Но это ещё не самое интересное. Давайте в ускоренном варианте ещё раз посмотрим эту атаку. Но это не самое интересное. Точнее, нет, это интересный баг. Это всё круто. Но когда посмотреть на картинку в целом, что произошло, это просто вообще пиздец. Честно, вот... Серьёзно, извините за выражение, но никак, кроме словом пиздец, это заменить нельзя. Сейчас вы поймёте. Давайте досмотрим до конца эту атаку. В общем-то, вот видим, что големы-маги сюда подошли. Вот здесь уже что-то начало багать с этими скелетиками. Такое впечатление, что... Я, блин, обез... Пфу! Я вообще не знаю, что это за херня. И вот то же самое с Хогами. То есть бред абсолютно полный. Ну что же, а что самое главное вообще эпическое в этой войне? Да это то, что... То, что, то, что... То, что счёт. 22-22. Понимаете? Счёт 22-22. И... На 60 сотых процента клан Дружина Академ проигрывает клану Сайлент Киллер. Смотрим атаку. Ту, которую мы только что смотрели. Славка на 98 процентов. Четвёртый номер. Одной звезды не хватило для того, чтобы победить в этой конченной войне. Для того, чтобы получить дополнительные очки опыта. Да, потому что победить в войне 50 опыта. Плюс получить весь лут. А по чьей вине? Потому что Дружина Академ прорачила. Прораковала, да? Нет. На самом деле это бог, я не знаю, разработчиков. И... Ну это просто шесть какая-то. Конечно же, конечно же, игроки из клана Дружина Академ написали в службу поддержки. Причём писали массово. С этим тоже отдельные истории. Но давайте посмотрим, что же конкретно они написали и что им ответили в службе поддержки. Ну что ж, вот так выглядит скрин с перепиской со службой поддержки. Вот видим, чувак пишет. В прошлом КВ все войска просто остановились во время... А время шло. Итог. Две звезды. Счёт КВ-22-22 по процентам проиграли. А точнее из-за остановки войск. Что делать? И гениальный ответ. Здравствуйте, вождь. Благодарю за игру и за сообщение. Мы очень и очень ценим, что вы нашли время сообщить нам об этом. Эта проблема нам известна, и команда разработчиков делает всё возможное, чтобы исправить её как можно скорее. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы попросить прощения за неудобства. А пока не забывайте посещать Google Play Store и Apple App Store. Таким образом вы точно не пропустите выход нового важного обновления. Доброго вам дня! Ну, я не знаю, с этого сообщения Суперселла можно перефразировать так. Да нам пофиг. Вот серьёзно. Ну, типа, сорян, ребят. Ну, как, знаете, я не знаю, там, пошёл в морду кому-то дал, потом говоришь, ну, сорян, чувак, извиняй. Ну, просто. Я случайно ненароком на тебя наткнулся, мой кулак наткнулся на твоё лицо. Абсолютно случайно. И прости, пожалуйста, прощай. Вот, поэтому, ну, Суперселл как-то так вот отреагировал абсолютно холодно на этот баг. Ребята реально проиграли. И по факту, ну, действительно, недополучили 50 опыта, не получили весь возможный лут. И на это сообщение абсолютно никаким образом корректно не отреагировали. Ещё мне нравится, а вот эта фраза, там, где говорят, эта проблема нам известна. Ну, типа, нам, нам, ну, мы знаем об этой, да, проблеме. Мы знаем, да. И команда разработчиков делает всё возможное, чтобы исправить её как можно скорее. То есть, что они, блядь, исправят? Я не знаю, это реплей перепишут или что? То есть, я не совсем понял этого момента, но да ладно. Ну, после этого один из руков клана написал соклановцы. Внимание, техподдержка не хочет давать нам законную победу за прошлое КВ. Присоединяйтесь, описывайте проблему с атакой славки на четвёртого, то есть остановку войск и требуйте победу у техподдержки. Одного меня мало. Сила в единстве. Ну, я уверен, что многие игроки написали об этом. Не знаю, я буду ещё следить за происходящим. Проходящим будет, конечно, у меня будет шок, если, ну честно, я не знаю, приятный шок будет, если, конечно же, служба поддержки откликнется и скажет, да, окей, ребят, мы пофиксим это всё дело и засчитаем вам победу. Потому что, ну, поражение реально из-за бага. Да ещё какое обидное поражение, когда счёт-то 20-20, проиграть на 60 сотых из-за бага, ну, извиняйте, не знаю, это как-то очень жёстко. Поэтому, конечно же, я буду держать руку на пульсе, буду общаться с человеком, который пригласил меня в этот клан. Кстати, это и есть Дима, фан 71 рус. Ну и, кстати говоря, забыл сказать, не могу не сказать, что клан Дружина Академ, это академка известного, большого и очень крутого КВшного клана Дружина. Поэтому, если у кого-то есть желание когда-нибудь оказаться в Дружине, можете попробовать свои силы в Дружине Академ. Ну, вот, скрин с хэштегом и названием клана вы тоже можете видеть у себя на экране. Ну, не судите строго за эту маленькую рекламку, они действительно достойны этого, потому что, ну, таких багов бывает не так много. Да и баги, которые, понимаете, есть просто баги безобидные, да, там, ну, много уже я снимал безобидных багов, а есть баги, которые реально решают исход войны. Такого быть не должно, это должны фиксить и должны давать компенсации, я в этом уверен. То есть, шутки шутками, но факт остается фактом, этот баг повлиял на исход войны, и это вообще абсолютно не шуточки, да? Ну, это-то игра, игра, понятно, но мы-то к ней относимся более-менее серьезно, правильно? Так что, ну, в общем, как-то так. С вами был Аурум, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачки! С вами был Аурум. С вами был Аурум.